Привет, меня зовут Евгений Кипнис и сегодня мы устремимся в эпохальный мультипликационный фильм Астерикс из Галлии. Он сделан по комиксам, которые известны всем и каждому. И, конечно, мы знаем фильмы. Фильмы с Кристиан Клавье, Жерар Дубардю, Астерикс, Абеликс и Игравших. Но сегодня мы обратимся к мультфильму. Добро пожаловать в разбор французский по мультфильмам. История такая. Астерикс с друзьями весело живут и не знают, что Центурион Фонус Баллонус решил узнать секрет таинственной силы, помогающей им побеждать любого врага. Шпиону римлян удалось выведать этот секрет, но хитрый друид не дремлет. История никогда не была такой веселой и не доставляла столько удовольствия. Но для того, чтобы ввести в курс дела относительно мультфильма, если кто-то его еще не смотрел, вообще вся история комиксов начинается с главного – предыстории. И мы сегодня в нашем фрагменте, в разборе эту предысторию вместе рассмотрим. Поехали! Давайте сначала проговорим вместе. Все начинается с нарратива. История начинается в 50-м году до Рождества Христова. Давайте сначала прочитаем вместе. Если бы наоборот было Христос и Иисус, то был бы Крист-Жизю. Вообще Христос читается как Кристо отдельно, если, а если вместе, то Jésus-Christ. Обратите внимание. И французы часто это исчезает записывают как до Рождества Христова и после Рождества Христова, вместо того, чтобы говорить до нашей эры. Итак, en 50 avant Jésus-Christ. По поводу лет, обратите внимание. Когда мы говорим в каком-то году, то мы будем, естественно, говорить en 2024. En 2024. В 1999. En 1999. En – это всегда для какого-либо года. В 50-м. En 50. Avant. Любимый предлог. Обратите внимание на этот замечательный предлог, который почему-то все путают с предлогом avant de. Похожие предлоги, но avant de всегда используются с инфинитивами. Например, до того, как начать, по-французски будет avant de commencer. До того, как уйти, будет avant de partir. Да, все верно. Но когда речь идет о существительном, то avant взаимодействует только с самим существительным, без каких-либо предлогов и инфинитивов. Например, до прибытия. Аван л'ариве. До. Ухода. Аван. Аван. Ле Департ. Частая путаница. Одна из топовых ошибок. Почему-то на постоянной основе употребляется предлог «де». Перед театром – временной предлог. Аван ле театр. Перед спектаклем – аван ле спектакль. Будьте внимательны к предлогу. Соответственно, до Иисуса Христа. Аван Жезу Кри. Ну, множество французских историков считает, что предками французов являлись варварские предмена «галов». Давайте прочитаем это. Наши предки. Ну, во-первых, связка должна быть, да? С обязательно связывается с гласный. Какой гласный? Оказывается, что в слове «предки» в первом слоге «а-эльн» звучит носовой «а». А «а-носовой», как и все остальные носовые, мои дорогие друзья, это носовой гласный звук. То есть «нос-ан-сэ-э-тро». «нос-ан-сэ-э-тро». «Э» – акцент-сиркунфлекс. Это «э» с крышечкой. Вот эта буква «е», которую мы обычно называем. Святота, то есть совершенно что-то «э» во французском языке. С крышечкой акцент-сиркунфлекс. Читается как «э» все время, да? С открытым ртом на «э». Здесь на конце «э» читаем, что между трех согласных она оказывается. «Нос-ан-сэ-э-тро» – «les gaulois». Наши предки «галы». Обратите внимание на народность. И в принципе национальность по-французски пишется с большой буквы. То есть «галы» неслучайно здесь поставят с большой буквы. Мы говорим, например, «француз подошел и сказал». «Le français est venu et a dit». Получается, что француз у нас будет с большой буквы, потому что национальность. Исключение составляет только ситуацию, когда национальность употребляем в качестве именной части станового сказываемого с глаголом «être». Например, «on franceuse». «Il est français». «Il est français». Здесь уже не будет, естественно, большой буквы. Обычно не ставится большая буква. То есть «эта канадка актриса». Понятно, здесь национальность, большая буква. Но если сказать «она канадка», уже будет с маленькой буквы. «Elle canadienne». «Il est gaulois». Будет с маленькой буквы. «Il est gaulois». Но «gally», в данном случае, в нашем с вами случае, предки «gally», «nous ancêtres les gaulois». Но не находится никакой именной части самого сказываемого с глаголом «être», поэтому «le gaulois» пишется с большой буквы. «Nous ancêtres les gaulois». Наши предки «gally». «Nous ancêtres les gaulois». «Nous ancêtres les gaulois». «Avet été vaincu par les romains». «Avet été vaincu par les romains». «Были завоеваны, были побеждены римлянами». «Avet été vaincu par les romains». Давайте почитаем. «Avet» через низ. Эти пять букв на конце читаются как один звук «э». Но, во-первых, потому что «энт» на конце не читается. Третье лицо множено на число глагола. В третьих лицах множено на число глаголов. Естественно, «энт» не читается при три буквы. Это просто историческое средневековое наследие французского глагола. Забудем про него. «Энт» не читается. «Аи» читается как «э». Получается «авэ». Но зато связочка с буквой «т» есть. «Avet été vaincu». «A» и «n» – это «эносовая». Друзья, это не «ванку». Это «vaincu» – это «эносовая». «Vaincu par les romains». «Romains» – тоже «a» и «n». «A» и «n» – это «эносовая». Обычная ошибка. Самая популярная ошибка во французском языке – говорить хлеб как «pan». Это не «pan», это «pain». «Ванная» будет не «ban», как забаненный кто-то, а «bain». Будьте внимательны. «A» и «n» – это «эносовая». Это «эносовая». «Avet été vaincu» – это «эносовая» «par les romains». Будьте внимательны к этому времени. «Plus que parfait». «Plus que parfait» в пассивной форме. «Plus que parfait» – это время, которое было до другого события в прошлом. Французы – очень точный народ, и они стремятся к тому, чтобы обозначить точное время нахождения события. Поэтому предполагается, что когда используются два времени, одно из которых было до другого, используется отдельная конструкция, которая называется «plus que parfait». «plus que parfait». Смысл не очень сложный. Одно событие было до другого. Ну, например, «когда я пришел, ты уже ушел». Что было сначала? Я пришел или ты ушел? Я пришел, когда ты ушел. Что было сначала? Я пришел или ты ушел? Сначала ты ушел, потому что я пришел, по логике. Поэтому французы обозначают два прошедших времени друг за другом. «Когда я пришел, я уже ушел, ты уже ушел, ты уже ушел, ты я пришел, ты уже ушел». Сначала я использую passé композе, обыкновенно. А время, которое предполагается до того, как я совершил что-то в passé композе, это «plus que parfait». Обычно никто не понимает песню до сцены «salю». «Салю», «сэй ты encore мой». «Ты знаешь, я сильно изменился». «Ты sais, j'ai beaucoup changé». «Ты sais, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup changé». «Я сильно изменился». И дальше он говорит «je m'étais fait des idées». «Je m'étais fait des idées». Так вот, эту песню надо читать ровно наоборот. Сначала я составлял себе какие-то идеи, сначала у меня были какие-то представления, сначала я сделал себе разнообразные фантазийные идеи. Он говорит «des idées falle, j'étais fou». «Бредовые идеи», «fale», «сумасшедшая идея», «j'étais fou». «Я был безумен». Он поет в песне, помните, да, песню «salю», «sé t'en comment». Сначала он имел какие-то безумные идеи, а потом он изменился. «Plus que parfait» — это время, которое было до другого времени в прошлом. Здесь они были в прошлом до того, до чего. Вот, после долгого сражения, после длительного сражения, после долгой борьбы. «Lut» — это борьба. «Lut» — обратите внимание на правильное сочтение. Звук «y» — это не «u», это не «lut», «lutk», «alutk». Это не «u», это «y», «lutk», «lutk». Звук похож на «i». Если вы говорите «i», то вы гораздо ближе к этому звуку, чем если вы будете говорить русскую «yu». Русская буква «yu» — вообще два звука, один из которых «y», другой «u». «Après une longue» — «lutk», 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 «lutk». Можете сказать «lit» и губы вперед вытянуть, тогда получится. Только если вы следите за языком, конечно, потому что кончик изга должен быть строго под нижними резцами и не отпускать его оттуда. «Après une longue lutte» — после длительной борьбы. «Апрès une longue lutte» — «Апрès une longue lutte» — «des chefs telle que versangéturix». «Des chefs telle que versangéturix». Вы начальники, такие как versangéturix. «Des chefs telle que versangéturix». «Des chefs». Разные начальники. Давайте сначала прочитаем эту борьбу. «Des chefs telle que versangéturix». «X» читаем на конце, латинские такие названия. «X». Опять же, «in», напоминаю, это «n» совая. «In» — это «n» совая. «Des chefs telle que versangéturix». Разные начальники, разные военачальники. «Des chefs». «Des» — вообще по-французски это не определенный артикль нужного числа. Его значение гемологическое. Это разнообразные, разные, некоторые. «Des chefs» — это некоторые начальники, некоторые воеводы. «Des chefs». В некоторых случаях, по-французски будет «des fois». «Иногда», часто французы говорят, «со мной это случается». «Des fois» — «сам arrive». «Сам arrive». «Иногда». В некоторых случаях. «Des». Военачальники, такие как versangéturix. «Des chefs telle que versangéturix». «Des chefs telle que versangéturix doivent déposer leurs armes». «Дوав déposer leurs armes». Давайте внимательно прочитаем. «Дуав». «В» — читаем не «ф», «в». «Дуав». «Дуав». «Ой» читается как «уа». «Дуав». «Депoser». Опять же, «ОНТ» не читаем на конце, естественно. Вот это традиционное состояние глагола в третьем лице, но что-то ушло «ОНТ». «Забыли читать». «Понятно». «Дуав déposer leurs armes». Связочка обязательно со звуком «З». «Лёх арmes». Некоторые начальники должны сложить свое оружие. Дословно «их оружия». Мы говорим по-русски «своё оружие». «Дуав déposer leurs armes». «Должны сложить свое оружие». «Дуав». Обратите внимание на этот глагол. Глагол «долженствовать». Даже звучит страшно. «Долженствовать». «Быть должным». Это глагол «девоар». Но его меньше всего любят как раз в форме «ИЛ». Прошу вас, друзья мои, обратите внимание на этот глагол. «Они должны» будет. «ИЛ ДУАВ». «Они должны». «ИЛ ДУАВ». «Депoser leurs armes». «Доав déposer leurs armes au pied de César». «Au pied de César». «Они должны сложить оружие к ногам Цезаря». «Au pied». «К ногам», буквально. «Deposer». «Au pied de César». «Пье». Это слово читается на улыбке. «Пье». «О pied de César». То есть звук «пье» читается абсолютно так же, как первый слог слова «Цезарь». «Акцент агю». «Эй». На улыбке. Вытягиваем губы прямо к ушам. «О pied de César». «К ногам Цезарю». «Тут лагол ет окупе». «Вся галя занята». «Вся галя захвачена». «Вся галя». Обратите внимание на это неопределенное предлагательное «toute». Мы его очень часто встречаем. И частая путаница с ним. Давайте с ним разбираться. «Ту» по-французски будет «весь». «Весь мужского рода». Но обращаем внимание, что прилагательное, оно всегда будет иметь тот род и то число, которое имеет существительное. Мы же не говорим по-русски «белая стол» или «вся стол». Мы говорим «весь стол», потому что по-французски, потому что по-русски «стол мужского рода». По-французски «стол женского рода». Поэтому «весь стол» будет «toute la table». «Весь стол» будет «toute la table», потому что по-французски «стол женского рода». «La table». Но давайте для простоты возьмем все-таки примеры существительных, которые соответствуют в русском языке французским родам существительных. Например, весь карандаш. Tout le crayon. Мужского рода прилагательное tout, мужского рода существительное le crayon. Предполагается, что tout будет всегда иметь определенный артикль. Обратите внимание. Какой-то детерминатив нам нужен. То есть словечко, которое будет как-то определять следующее слово перед самим этим самым словом. То есть весь этот карандаш будет tout ce crayon. Весь мой карандаш. Tout mon crayon. То есть какое-то словечко обязательно должно быть перед crayon и после tout. Tout, если оно без артикля, уже другое значение имеет. Например, tout chien, всякая собака. El lion dans sa maison. Французская пословица. El lion dans sa maison. Dans sa maison. Всякая собака, лев в своем доме. Tout chien, el lion dans sa maison. Употребляется прилагательно. Не в значении всякого, а в значении весь. То есть не каждый tout chien, каждая собака, всякая собака. А весь. Вот поэтому нужно употреблять определенный артикль. Всегда. Либо какой-то детерминатив. Например, этот или мой. Это правоприлагательный ту мужского рода. А женского рода будет tout. Например, вся семья. Tout la famille. Tout la famille. Но тут забавно, что во множественном числе. Tout с s на конце. Множественное число мужского рода. И здесь возникает топовая ошибка в говорении на французском. Даже у людей, у которых B21. Потому что по-русски во множественном числе мы говорим все для женского и мужского рода. И для нас по-русски, что все семьи, что все карандаши, звучит абсолютно одинаково. Во все и все. А по-русски это абсолютно разные вещи. Смотрите. Все карандаши будет tous les crayons. Потому что карандаши мужского рода. Поэтому tout это прилагательное мужского рода. А toutes les familles. Уже будет, соответственно, toutes les familles. Потому что фамилии семьи женского рода. Toutes les familles. Семьи женского рода. Давайте повторим еще раз. Вся будет toute. Весь будет tu. Вся будет toute. Весь будет tu. Все мужского рода будет tu. Причем s не читается, естественно. Это прилагательное. В прилагательном s не читается, напоминаю. s читается в местоимении. Например, все знают. Tous, s'ave. Это лучше, чтобы вы знали, как по-французски будет все должны. Tous, s'ave. Tous, s'ave. Все должны. Все мужского рода. Tous les crayons. Все карандаши. Все женского рода. Toutes les familles. Все семьи. Вся галлия захвачена. А что за «э» на конце здесь такое? Почему «occuper» акценту «ю» стоит, а еще и «э». Напоминание. Participation. Вот это причастие прошедшего времени. Обязательно согласовывается в роде и числе с подлежащим с галлией. При глаголе «être». Галлия есть какая по-русски «захваченная». Галлия захвачена. Галлия захваченная. «Ла гула ет оккупе». «Тут ла гула ет оккупе». «Тут, нон». «Тут, нон». «Вся?» «Нет». «Тут, нон». «Тут, нон». «Тут, нон». Так не «тут», а «тут». «Тут» не очень означает. «Тут, нон». «Тут, нон». «Тут, нон». А теперь все повторяем. «En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les gaulois avaient été vaincus par les romains après une longue lue. «Des chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César. «Тут ла гула ет оккупе». «Тут, нон». Продолжаем. «Car une région résiste victorieusement». 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 «Потому что один регион победоносно или успешно, по-разному можно переводить, одна область успешно сопротивляется. «Car une région résiste victorieusement». «Car», мягкая «к», обычно говорят «car». «Не car, а car une, не une, une». «Губы вперед», опять же, кончик языка, заткнули за нижние зубы и губы вперед. «Une», «Car une», можно святошку делать, «Car une», «рégion», «он» носовая здесь, «resist». «S» между двух глазами читается как «z», «resist». «Victorieusement». «А» носовая на конце, «не o», «не victorieusement». «Victorieusement» звучит как «инфамилия чья-то». «Victorieusement». «Victorieusement» «А» носовая. «Victorieusement, а l'envaiseur». «Alanvaiseur». «Zachvatчику». «Zachvatчик» будет «l'envaiseur». «Alanvaiseur». «А» носовая здесь, «al'envaiseur». На конце «e», не «u», а «e». И «r» читаем, естественно. Во-функтском «r» читается в основном кроме буквы сочетания на «er». И ряды исключений. «Alanvaiseur». «Une petite région». Так это один маленький регион. «Une petite région». «Une petite région entourée de Canrotranche et Rome». Окружённый укреплёнными римскими лагерями. Поскольку область по-французски женского рода «une région», то на конце будет опять же «e». По тем же причинам. Давайте почитаем эту фразу. «Entourée». «Entourée». «А» носовая «u». «Entourée». «De». «Кон». «А» носовая. Здесь много букв. Но читается во всем этом букве только «a». Смотрите. Носовая «a». «Am». Читаем как «a» носовой. Ни в коем случае здесь губы не смыкаем на «m». Здесь «m» вообще нет. Только «a» носовая. «Кон». «Пс» на конце слов не читается. «Lagery» будет «кон». «Кон». Будьте внимательны. Не говорим «кон». «Кон» — это какое-то обзывательство. «Кон». «А» носовая. «Retranche». 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 Напоминаю, что «a» и «n» читаем как «e». То есть «ro-main» не «roman» как «roman». «Roman» как «roman». Да, «n» носовая. «Окруженное укрепленными римскими лагерями». А где у существительного артикль? Как по-французски будет «лагеря»? «Decan». «Decan». «Лагеря» будет «Decan». А почему здесь нет этого артикля? Я не понимаю. Смотрите. «En turé de can retranche en un». Где артикль-то у существительных? Мы как бы знаем, что у французских существительных, в отличие от английского языка, всегда должны быть артикли перед ними. Практически всегда. И если возникает ситуация, когда нет артиклей, то это особая ситуация. Так вот, давайте с ней разбираться. Значит, здесь не случайно отсутствует артикль-то. Здесь так называемое правило выпадения артикля присутствует. Правило звучит так. Если после некоторых выражений, требующих предлога «de», встречается неопределенный артикль множественного числа или частичный артикль, то они исчезают или выпадают. Иначе говоря, этот предлог «de» съедает, уничтожает неопределенный артикль множественного числа и частичный артикль. Ну, например, есть выражения, что за выражения такие, которые требуют предлог «de»? Например, «нуждаться», «avoir besoin». Так, обратите внимание по поводу выражения знаменитого. «Нуждаться в чем-то по-французски», то есть когда «мне нужно», будет не «bezoin», а «je besoin», «мне нужно». То есть не просто «bezoin», а «je besoin», «мне нужно». Это выражение требует предлога «de». С предлогом «de» обязательно это выражение. Смотрите, как он читается. «J'ai besoin». «J'ai besoin». Не «bez», «bezame mucho», а «bezoin». «J'ai besoin». А здесь «е» на конце, носовое. «J'ai besoin» – предлог «de». И существительное с каким-нибудь частичным артиклем. Например, «Мне нужен кофе». «J'ai besoin de du café». Ну, кофе-то будет «du café» вообще-то. Нет, не будет частичного артикля здесь, потому что мы говорим о правиле выпадения артикля. «J'ai besoin de café». «Мне нужна помощь». «J'ai besoin d'aide». А почему не «de l'aide»? Вообще-то помощь по-французски будет «de l'aide». А потому что правило выпадения артикля. Вместо частичного артикля «de» и «l'apostrof» будет стоять только предлог «de». «Мне нужна помощь» будет «je besoin d'aide». После некоторых выражений и глаголов, которые требуют предлог «de», происходит такое выпадение артикля. Например, «Дом украшен гирляндами». «la maison est ornée». Почему я здесь поставил «e»? А потому что «la maison», еще раз напоминаю об этом правиле. «Гирляндами». Как будут гирлянды? Правильно. «De guirlandes». «De guirlandes». Получается, что дом украшен гирляндами будет «la maison est ornée de guirlandes». Перед существительным обязательно должны быть артикли. Но в таком случае «de» предлог устраняет всякие артикли по нашему с вами правилу. Неопределенный артикль множественного числа исключается с различными выражениями, требующими предлога «de». Поэтому и здесь тоже регион, окруженный, область, окруженная, и вот этот глагол «entourer» и его причастие прошедшего времени требуют предлог «de» и потому устраняют неопределенный артикль множественного числа. Такая история. Поэтому они «de can» а «de can» «retrancher aux mains». То есть «неопределенный артикль множественного числа и частичный артикль выпадают определенные артикли и артикли единственного числа сохраняются. «C'est dans ce village». «C'est dans ce village». «C'est dans ce village». «Это в этой деревне», «C'est dans ce village». «C'est dans ce village». Обратите внимание, что в деревне читается «двумя L». Это исключение. «I2L» по-французски это всегда «и». Это всегда «и». Девушка будет «une fille». Три слова исключения, которые предполагают, что «I2L» читается как «il». «Mille», «Ville», «Tranquille». Вот они, три эти слова, которые предполагают, что будет читаться «elle». Во всех этих словах и в их производных. Поскольку мы говорим о слове «village», то это производное от слова «ville». И отсюда «elle» читается. «Это в этой деревне, что мы познакомимся». Но это дословный перевод. По-русски мы скажем «В этой деревне мы познакомимся». Именно в этой деревне мы познакомимся. Это знаменитый выделительный оборот «Mis en relief», французский «c'est que c'est ici, c'est ici, que tu es maintenant, ты сейчас здесь. «C'est ici, que tu es maintenant». Это «здесь, ты сейчас». Но по-русски такие выражения мы переводим обычно, ставя то, что мы выделяем в самый конец предложения. Так устроен русский синтаксис. То есть «Это здесь, что ты сейчас», мы не переводим. Мы говорим «Ты сейчас здесь», поскольку мы выделяем слово «здесь». Мы можем добавить любое слово сюда. По-русски мы должны будем поставить его в конец предложения. Или сказать слово «имен». Это именно здесь, что ты сейчас засловлен. Мы скажем «C'est là, que tu, c'est là, que tu cherches de nouvelles». Это там ты ищешь новости. Нет. Новости ты ищешь там. «C'est là, que tu cherches de nouvelles». Соответственно, это в этой деревне, мы именно в этой деревне познакомимся. «Que nous allons faire connaissance». «C'est dans ce village, que nous allons faire connaissance». «Avec le guerrier Astérix». «Avec le guerrier Astérix». «Avec le guerrier Astérix». «С воином Astérix». Обратите внимание на выражение «познакомиться». Как по-французски будет «знакомиться». Вот оно. «Faire connaissance». «Connaissance avec quelqu'un». «Познакомиться с кем-то будет». «Faire connaissance avec quelqu'un». Как бы ты познакомился с этим человеком? «Je fais connaissance avec cet homme». Будьте внимательны. Никаких артиклей здесь не нужно. Если вы поставите артикль, то получится уже другое выражение «знакомиться». «Faire la connaissance». «Faire la connaissance». Но тогда надо будет использовать «de quelqu'un». «Pознакомиться» также можно «faire la connaissance de quelqu'un». «Или faire sa connaissance». «Faire sa connaissance». «Я рад с вами познакомиться». «Je suis ravi de faire votre connaissance». «Я рад был с ней познакомиться». «J'ai été heureux de faire sa connaissance». «Je suis heureux de faire connaissance avec vous». «Avec le guerrier Astérix». «C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix». «А теперь все будет. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchis roms. «C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix». «Tiens, le voilà justement qui part pour la chasse». «Tiens, le voilà justement qui part pour la chasse». «Смотри-ка, avoteon как раз который отправляется на охоту». «Tiens» переводится как «sмотри-ка» или же «кстати» много значений у этого междометия. «Le voilà, avoteon». «Le voilà, avoteon». «Le voilà, avoteon». «В точности» или «как раз» переводится. «Qui part который отправляется на охоту». «Qui part pour la chasse». «Le voilà, qui part pour la chasse.» «Voilà, le guerrier Astérix». «Voilà, le guerrier Astérix, voilà, le guerrier Astérix, который отправляется на охоту. «Qui part pour la chasse». «Le voilà, qui part pour la chasse». «Tiens» читаем как «enn-sav. То есть тянь, а тянь, тянь, она сава, тянь, лёввуаля, justement, ки пар пур ла шас. Тянь, лёввуаля, justement, ки пар пур ла шас. Сон спор фавори. Сон спор фавори. Его любимый вид спорта. Его любимый спорта. Сон спор фавори. Тянь кантеннистафтья, не фаворит, а сфавори. Ты ровьен бято, Астерик. Никого не напоминает? Ты ровьен бято, Астерик. Ты ровьен бято Астерик. Ревиен бьян. Только нутром. Ревиен бьян. Ту. Астерикс. Аж не читаем по-французски. Это «э» называя. «Э» и «э» тоже как «э» называя читается. Если мы по-русски говорим «а». Ты возвращаешь скоро, астерикс «а». По-французски это будет «ан». «Ан». Ту Unreal với. Туph��ляр. Астерикс. Я zostаю вверх. Я zostаю вверх. По-п hiking. Актер, конечно, озвучивающий Астер Рейкса, постарался вообще очень-очень колоритно передать этого персонажа, поэтому на самом деле здесь произношение у него будет таким совсем измененным, как будто действительно достали парня из древней Галии. Такой странный звук, очень извлекает, но у, конечно, на самом деле должно звучать, это не у, это у, я назад вернусь, я буду обратно, то есть я вернусь, я вернусь к обеду. Давайте представим, je serai, eu глотаем, естественно, eu futur simple, в будущем времени, при глаголах être и faire глотается, если до него идет местоимение с гласной, то есть я буду, в французском будет je serai, je serai, а он будет il sera, потому что il заканчивается на согласную, поэтому sera, это называется просодия или красота французского звучания. Должно быть все время красиво, согласная, гласная, согласная, гласная, тогда красиво в французском. А если две гласные подряд, надо убрать, и поэтому будет не же, serai, а je serai, а он будет il sera. И он говорит, я буду, je serai de retour, р-тур, я вернусь, выражение такое, я вернусь, je suis de retour, я вернусь, я вернусь, я возвращаюсь, je suis de retour, я вернусь, я вернусь, я возвращаюсь, ПОДПИШИСЬ НА КАБЕДО ПОДПИШИСЬ НА КАБЕДО ПОДПИШИСЬ НА КАБЕДО ПОДПИШИСЬ НА КАБЕДО ПАХНЕТ РИМЛЯНИМ Вообще выражение «сассан» прикольное. Как сказать, это пахнет вкусно? С выражением «сантьир» используется отдельное выражение. «Са сан бон». Вопреки обыденному здесь ставится прилагательное. Но это наречное прилагательное в конструкции с глаголом «сантьир». Ça sent bon, это пахнет вкусно. Ça sent mauvais, это пахнет невкусно, это плохо пахнет. Но по-русски плохо это на речи, а мы ставим прилагательное плохой. Обратите внимание, так устроена французская конструкция с выражением sans. То есть чем пахнет? Qu'est-ce que ça sent? Ça sent quoi? Это пахнет вкусно. Ça sent bon, ça sent mauvais. Это пахнет римлянгином. Ça sent le romain, par ici. Ah, ça sent le romain, par ici. Par ici, здесь, тут. Par ici. Можно спросить, а почему par ici? Почему он не может сказать просто ça sent le romain ici? Тут пахнет римлянгином. Да потому что по этой дороге, по этой дороге, по этому пути. Par, это предлог, означающий через. Вы можете пройти там, vous pouvez passer par là. Можно пройти здесь. On peut passer par ici. То есть это буквально про дорогу, про путь. В этой местности здесь пахнет римлянгином. Ah, ça sent le romain par ici. Знаменитые эпические битвы. Галлов, которые пьют этот волшебный напиток, который после этого раскидывает римлян налево и направо. Nous voul disons, les romains ont perdu leur lette. Nous voul disons. Мы вам это говорим. Nous voul disons. Nous voul disons. Мы вам это говорим. Nous voul disons. Вам это. Le neutre. Neutral. Здесь, в стремлении предлогольное. Сначала косвенное, всегда сначала косвенное дополнение ставится, потом прямое. Нельзя сказать nous le voul disons. Всегда nous voul disons. Мы вам это говорим. Les romains ont perdu leur lette. Римляне ont perdu leur lette. Недоумевали. Римляне не знали, что и думать. Выражение y perdre son lette. Это устойчивое выражение. Y perdre son lette. Это устойчивое выражение французское означающее недоумевать. Теряться в догадках. Не знать, что и думать. J'y perds mon lette. Я в затруднениях. Я не знаю, что сказать. J'y perds mon lette. J'y perds mon lette. Я не знаю, что сказать. J'y perds mon lette. Но en почему здесь? Они говорят j'y perds mon lette. Потому что от этого, от взбучки, которую ему чинили, имеется в виду ils, они теряли. Ils perds leur lette. Они теряли свой латинский. Ну понятно, что римляне говорили на латыни, да? Они теряли свой латынь дословно. De, cela, от этого. A cause de cela, из-за этого. И вместо de cela используется местоимение en. Ils ont perdu leur lette. Они теряли свою латынь дословный перевод. Ну то есть они не знали, что и думать. Устойчивое выражение. Les romains ont perdu leur lette. Nous vous le disons, les romains ont perdu leur lette. Ну это игра слов, естественно, происходит. Игра слов происходит, потому что с одной стороны римляне теряли свою латынь, звучит смешно. То есть они переставали говорить на их латинском языке. С одной стороны, с другой стороны, это идиоматическое выражение означает не знать, что и думать. Теряться в догадках, пребывать в недоумении. Ну это недоумение на их лицах мы здесь и видим. Потому что они не знают, как он их раскидал, что такое вообще в нем есть. В этом и есть предмет интереса этого мультфильма. Потому что Центурион в фильме «Астерикс ле Гульва» будет пытаться узнать и выведать этот секрет волшебного напитка. Ну а теперь все повторим. Ну вот и все, дорогие друзья. Я рад, что фонетически, лексически и грамматически вместе мы проработали этот эпизод из знаменитого мультипликационного французского фильма. Желаю вам отличного настроения и до скорой встречи в новых выпусках разборов по французским мультфильмам. Субтитры сделал DimaTorzok